Здравствуйте, меня зовут Остраков Дмитрий. Я счастливый отец двух замечательных дочурок, любящих благодарен муж, а по совместительству владелец и генеральный директор компании Анжела Ричи. Я занимаюсь бизнесом с 2002 года, бизнесом, связанным с интернет-магазинами с 2005 года и бизнесом по производству женской одежды, а именно компанией Анжела Ричи с 2011 года. Дорогие коллеги, я недаром начал презентацию компании Анжела Ричи с разговором о семье, о детях, о действительно важных ценностях. Евгений Леонов однажды сказал, что счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Семья и близкие люди – это истинные ценности, а бизнес или работа по найму лишь должны помогать в их достижении. Именно поэтому бизнес или работа по найму должны приносить не только деньги, но и удовольствие от процесса, удовлетворение от результатов и достижения больших целей, а также постоянный рост и развитие как карьерной, так и личностной. Это видео снято для тех, кто хочет работать в компании Анжела Ричи вне зависимости от должности. И оно призвано рассказать вам о том, что у нас за компания, какие у нас ценности, какие цели, что мы требуем от соискателей и что мы можем предложить вам, если вы будете у нас работать в плане денег и не только. Если вы смотрите это видео, то рискну предположить, что совсем скоро ваша жизнь начнет меняться, причем меняться в лучшую сторону, потому что у вас есть большой шанс найти ту работу, о которой вы мечтали всю свою жизнь, работу, которая будет приносить вам не только деньги, причем этих денег может быть сильно больше, чем вы планировали изначально, но и доставлять удовольствие от процесса и удовлетворение от результата и достижений. Но обо всем по порядку. Немного о нашей компании. Компания Анжела Ричи работает на рынке с 2011 года. Основное наше направление – это производство и продажа оптом женской одежды. Наши клиенты, и это очень важно, это владельцы бизнеса женской одежды со всей страны. То есть мы работаем абсолютно со всеми регионами Российской Федерации. Это люди так или иначе заняты в бизнесе женской одежды. В основном это владельцы небольших магазинов одежды, владельцы интернет-магазинов, владельцы шоу-румов, либо организаторы совместных покупок. В общем, это бизнесмены, которые так или иначе связаны с продажей женской одежды. Они закупают у нас одежду оптом и уже на местах, в своих регионах продают ее конечному покупателю. Однако, возможно, вам покажется это странным, но наша цель вовсе не в том, чтобы продать как можно больше одежды, либо заработать как можно больше денег. Наша цель основана на наших ценностях и нашей миссии. А об этом я хочу сейчас поговорить поподробнее. Я хотел поговорить с вами о миссиях, о ценностях и о большой цели нашей компании, чтобы вы имели больше представления о том, кто мы такие, что мы хотим от жизни, что нам нужно и стоит ли вам у нас работать, интересно ли вам с нами, по пути ли вам с нами. Большая цель нашей компании – это создать принципиально новый формат бизнеса женской одежды в России, то есть изменить отрасль. В 2011 году нам удалось это сделать первый раз. Сегодня мы хотим сделать это еще раз, повторить свой успех и совершить качественный рывок вперед. Кстати, обещаю рассказать вам историю нашей компании во всех подробностях, во всех деталях буквально через несколько минут. А пока расскажу вам о тех ценностях, которые важны для нашей компании. Прежде всего, в себе и в сотрудниках я ценю честность и порядочность, а также открытость и справедливость. Для нас немаловажным словом является такое слово, как карма. И мы стремимся генерировать благо и помогать своим клиентам, партнерам, коллегам. И ждем, что то же самое будет и от них в нашу сторону. Ну, для примера расскажу вам такую историю о справедливости и о честности, о том, что мы стараемся не нарушать договоры. Когда я начинал этот бизнес, я нанял директором по производству своего друга, которому я, но поскольку проект был стартапом, я пообещал довольно интересный KPI. Этот KPI был равен... То есть, его зарплата исчислялась от KPI прибыли компании, и его процент был равен 20% от чистой прибыли компании. То есть, компания была стартапом, поэтому я для того, чтобы производство, это был большой кусок этого бизнеса, и сейчас ими является, и человек его, в принципе, возглавлял и занимался там. Он же был и директор, он же был и работник, он же был и менеджер, исполнитель, и все вместе. Поэтому он зарабатывал 20% чистой прибыли компании. То есть, на этапе стартапа это было вполне справедливо. Причем человек пришел на работу за 50-100 тысяч рублей. В его мечтах было зарабатывать 100 тысяч рублей, но он был бы рад, если мы бы через несколько месяцев вышли, и он начал зарабатывать 50 тысяч рублей. Когда спустя два года, перед Новым годом у нас в ноябре, как правило, очень высокие продажи, и мы наторговали на очень большую сумму, заработали чистой прибылью 4,5 миллиона рублей, человек пришел ко мне домой, я достал из серии в 900 тысяч рублей, это были 20% нашей чистой прибыли, отдал, сказал, поздравляю, ты теперь миллионер. И при этом, спустя два года после старта нашей компании, средняя зарплата у человека, хотя он, я считаю, не соответствовал этой должности, по большому счету, но средняя зарплата у него была порядка 400-500 тысяч рублей. Это вопрос о том, что мне в компании очень важна честность и порядочность. Не так важны деньги, как важно оставаться человеком, не нарушать свое слово. Следующая ценность, которую я ценю в себе и в своих сотрудниках, и стараюсь ее возвести на уровень ценности в нашей компании, это самообразование. Мы учимся сами и обучаем наших партнеров и клиентов, чтобы вместе мы были более конкурентоспособны. Самообразование – это то, чему мы уделяем большое внимание для профессионального роста наших сотрудников. Для этого у нас в компании есть множество тренингов, как профессиональных для профессионального роста, так и для личностного роста. Проходя эти тренинги, вы можете быть уверены, что ваша цена как профессионала на рынке растет день от дня, месяц от месяца. Простой пример, если вы обладаете знаниями, которыми не обладают, допустим, 95% соискателей той должности, на которой вы устраиваетесь, то вы понимаете, что вы с очень высокой долей вероятности найдете работу. Мало того, вы найдете работу, скорее всего, с гораздо более высокой заработной платой. То есть вы и будете зарабатывать больше, чем 95% людей на рынке на вашей должности. Следующее качество – это перфекционизм, в хорошем смысле этого слова, и желание добиваться большего. К примеру, к нам на самом старте нашей работы, на этапе стартапа, когда мы только открыли, офис, и на тот момент, когда мы с моим партнером перестали справляться с потоком заявок, мы опубликовали вакансию, что нам требуется менеджер по продажам. Так получилось, что к нам пришла, мы снимали офис на цокольном этаже жилого дома, и к нам пришла девочка из пивнухи, которая располагалась в нашем доме. То есть она просто искала себе работу по каким-то критериям, задала местоположение, где она хочет работать, ей выпал этот дом, выпал наша вакансия менеджер по продажам. Пришла девочка, как это ни странно, она произвела довольно положительное впечатление. Как потом выяснилось, она работала в этом доме в пивнушке, и она пришла к нам продавцом. И она пришла к нам работать менеджером по... ну, оператором, скажем так, обрабатывать. То есть там не был менеджер по продажам, там был оператор, который обрабатывал заявки. И она пришла на заработную плату 12-15 тысяч рублей. Это был 2011 год. Через полтора года средняя заработная плата у этого человека была 80 тысяч рублей. И на пике вот именно как раз, ну, тот первый наш такой яркий пик, то есть мы потом его обогнали, но тем не менее первый яркий пик, вот когда я рассказывал, что там директор по производству заработал чистыми деньгами на рынке 900 тысяч рублей. Вот. В этот... Именно в этот период эта девочка заработала 120 тысяч рублей. То есть при учете, что средняя зарплата у нее была 80. То есть человек стремился, человек добивался большего, человек работал не покладая рук и добился таких существенных результатов. Поэтому мы любим добиваться успеха сами и требуем это от наших сотрудников, но при этом мы это требуем не безосновательно. Мы стараемся дать все возможности для того, чтобы человек мог достигать этих результатов. Однако при этом мы не забываем, что деньги и заработок это не сама цель. И, конечно, мы ценим, если говорить о ценностях нашей компании, о ценностях моих личных, то мы ценим гораздо больше общечеловеческие ценности. Это семья, дружба, взаимовыручка и прочее. Именно вот эти ценности, которые я назвал выше, они формируют миссию нашей компании. Миссия нашей компании, если сформулировать ее в одном предложении, это помочь 10 тысячам предпринимателей построить успешные бизнесы женской одежды. Поэтому критерием оценки, хорошо ли работает наша компания, какой-то ее отдел или конкретный сотрудник, является то, начали ли лучше идти дела после работы с нами у конкретного нашего клиента. Если его бизнес стал лучше, он начал больше зарабатывать, у него наладились бизнес-процессы, и он в открытую это говорит в своем отзыве на сайте или в результате телефонного опроса, то все хорошо. Если нет, мы должны разбираться, какой элемент нашей системы барахлит. Отдавая себе каждый день отчеты, отвечая на вопрос, что вы сделали для достижения этой цели или чего не сделали, и почему она не достигнута. Вы будете проходить контрольные точки, понимая, куда нужно двигаться дальше, к чему стремиться, и как мы можем приблизить нашу конечную цель, нашу миссию, помочь 10 тысячам предпринимателей построить эффективные бизнесы женской одежды. Все просто. Мы понимаем, что деньги для нас не сама цель, они вторичны, и если нам удастся приблизиться к нашей миссии и работать с 10 тысячами успешных продавцов одежды, то мы как производитель просто обречены на успех, и денег при этом у нас будет очень много, хватит всем, и мне как владельцу бизнеса, и вам как наемным сотрудникам. Мы достигаем миссию работы в двух направлениях. Первое – это обучение наших клиентов, как правильно вести бизнес на местах. Например, возьмем обычный небольшой магазин одежды где-нибудь там на Сахалине, вот наш клиент. Это вот наш статистический клиент, и вам покажется это странным, но очень многие владельцы бизнесов, не странно, что они серьезные люди, они берут инициативу на себя, они привыкли добиваться результатов, они несут ответственность за свои действия, но тем не менее многие по опросам, когда я узнал это впервые, для меня это был определенный шок, но теперь я с этим живу и стараюсь с этим работать. Так вот, многие мои клиенты, допустим, не идут к клиентскую базу, хотя 80% продаж вы должны совершать по клиентской базе вашим постоянным покупателям. У многих не работают скрипты для продавцов, то есть продавец, пока хозяина магазина нет на месте, продавец может сидеть, листать книжки, курить, бегать каждые 15 минут покурить, щелкать семечки и прочее. Поэтому у многих даже не внедрены скрипты для работы продавцов, и уж тем более не налажена система контроля за выполнением этих скриптов. Многие не умеют работать со средним чеком, хотя оказалось бы продать, допустим, ну какое-то платьишко и заработать в нем 1000 рублей из 3000 общей цены, да, и в то же самое время продать какой-то ремешок за 450 рублей себестоимость, у которого 50 рублей, то есть наценив на него почти 1000%, является очень выгодным. То есть работать со средним чеком, с апселлом, с кросселлом обязательно нужно, но у подавляющего большинства наших клиентов этого нет. Мы создаем сотни обучающих материалов, публикуем их на своем сайте, публикуем их через наши закрытые рассылки, через наше закрытое сообщество в соцсетях, и помогаем нашим клиентам построить успешные бизнесы, работая вот именно по пути обучения их тому, как это нужно делать. И здесь, кстати, очень серьезным барьером является даже не то, что люди не обладают теоретическим знанием, да, в основном они ими не обладают, но когда им даешь их в лоб, они их все равно не применяют, потому что люди боятся, и камень основного преткновения, это то, что люди боятся перемен, и как это ни партексально, люди боятся даже собственного успеха. Поэтому вот с этим мы работаем, и это первое направление по достижению нашей миссии, научить людей строить эффективные бизнесы. Второй вектор роста наших клиентов, это то, что мы предлагаем товар, стараемся предложить товар, который востребован на местах. Наша задача, чтобы на нашу продукцию, на нашу одежду женскую, был хороший спрос на местах, как в момент примерки, то есть, чтобы люди зашли в магазин, увидели на манекене, либо на полке, увидели нашу вещь, с удовольствием ее примерили, чтобы она им идеально подошла, чтобы они вышли из магазина, из этого с покупкой, но также важным моментом является то, что в будущем эксплуатируя пользуясь этой вещи, чтобы она доставила людям удовольствие, чтобы она долго служила, не закатывалась после первой стимки, не линяла и прочее, прочее, прочее. Тогда человек будет возвращаться в этот магазин повторно, будет снова спрашивать о нашей продукции, и у владельца, допустим, этого магазина дела пойдут значительно лучше. Востребованность, ну, все, что я сейчас сказал, это как бы тезисы, которые ничем не подкреплены. На самом деле, у нас есть целая система, которая позволяет этого добиться. Востребованность товара проверяется маркетинговыми исследованиями. Мы проводим маркетинговые исследования. В соотношении 1 к 100 выбираются модели в производство. То есть, чтобы запустить коллекцию из 20 изделий, мы проводим маркетинговые исследования на 2000 изделий. И 20 лучших мы запускаем в производство. Отличную посадку мы обеспечиваем тем, что у нас работают, ну, во-первых, первоклассные модельеры, во-вторых, у этих первоклассных модельеров отличная среда, у них очень крутые системы автоматического проектирования, то есть, там до миллиметра все проектируется, посадка доводится до совершенства. И мы гарантируем первоклассное качество, потому что у нас тройной, или даже на 4 этапа разделенные контроль качества. Это контроль качества в цехе, контроль качества технолога, контроль качества на упаковке, на утюжке, то есть, на всех этапах происходит контроль качества. Вот, двигаясь по этим двум направлениям, мы стараемся реализовать миссию нашей компании, а именно помогать, еще раз повторю ее, помогать предпринимателям на местах строить эффективные бизнесы женской одежды. История компании Анжела Ричи – это история фантастического успеха, затем болезненного провала, и затем вновь успеха. В конце 2010 года у меня было 4 бизнеса, я хотел довести эту цифру до круглой, до пятой, и начал такой стартап, как Анжела Ричи. Бизнес этот начался с кредитного заема в 500 тысяч рублей в банке ВТБ-24. Мы выпустили свою первую коллекцию, то ли из 10, то ли из 11 платьев, совсем чуть-чуть. Как это ни странно, в первый же месяц мы вышли на самоокупаемость, то есть, мы уже заработали неплохих денег, а затем на протяжении полугода ежемесячем мы удавили свой оборот, и с июня 11 года по декабрь 11 года наш оборот увеличился в 20 раз. Без ложной скромности скажу, что мы создали новый формат отрасли этого бизнеса. То есть, тот сайт, который был практически идеальным на тот момент, тот сайт, который мы создали, он стал реально форматом отрасли. То есть, те плюсики и минусики там при добавлении в корзину, структура разделов сайта, компоновка каталогов, все это повторялось моими конкурентами практически слепо. Я реально встречал сайты конкурентов, когда сайт был полностью один в один, как у нас, были все те же тексты на сайте, просто была своя продукция, и там, где в тексте идет описание текста о компании, то есть, оно идет слово в слово, как у нас, и просто заменено название компании Анжела Ричи, допустим, на Элеонора Трендс или на что-то еще. Я объясню коротко, почему нам и мне лично удалось изменить формат отрасли женской одежды и формат вообще бизнеса, как она продается. Все дело в том, что на тот момент те, кто производил, те компании, которые производили одежду, у них была реализация на вещевых рынках, типа нашей новосибирской барахолки. Те люди, которые умели создавать интернет-магазины, они являлись перекупщиками и продавали товар по очень сильно завышенным ценам. Мы же зашли на рынок собственным производством, то есть, у нас был товар по тем же, абсолютно тем же ценам, что и на вещевых рынках, и при этом у нас был профессиональный маркетинг в интернете, потому что одним из моих пяти бизнесов была студия веб-дизайна Apple Online, которая занималась 8 лет еще с институтской скамьи, и мы создавали очень крутые, очень серьезные сайты на тот момент. И, конечно, для своего бизнеса мы создали просто первоклассный сайт. Это и позволило нам так сильно шагнуть вперед. И поскольку конкуренция в интернете именно с таким ценностным предложением, как у нас, конкуренция была ничтожна, поэтому мы показывали такой феноменальный рост. Мы выросли, как я уже говорил, в 20 раз реально за первые полгода, а если вообще взять за первые два с половиной года работы, то мы выросли в 70 раз. Причем на пике нашей продажи, если взять первый месяц нашей работы, когда мы запустили, стартовали довольно мощно и вышли в плюс. То есть первый плюсовой месяц посчитать, и самый топовый месяц за первые два с половиной года, то разница составила 120 раз. Как я уже сказал, бизнес начался с заемных 500 тысяч рублей. Через полтора года наш оборот составлял... Мы продавали в месяц порядка 10 тысяч платьев. В этот момент у меня на складе было более 30 тысяч единиц продукции суммарной стоимостью, там, по-моему, на полтора миллиона долларов, что-то около того. И оборот годовой у нас составлял... При этом вот из этих полутора миллионов долларов заемных средств не было вообще. То есть это были собственные средства компании, за которые она никому ничего не была должна. И годовой оборот компании составлял около чуть меньше 100 миллионов рублей, там, 96, по-моему, миллионов рублей мы торговали за 13-й год. В общем, успех скружил голову. Как это обычно бывает, я почивал на лаврах, в лучах славы. Я отошел от оперативного управления компании, то есть остался просто собственником. У меня был директор, который работал в компании. И я просто не заметил кризиса 14-15-го годов. То есть их бегали, кричали, там, кризис, падающий рынок, все плохо. То есть я удивлялся, говорил, что плохо, все отлично. У меня такие продажи, такие деньги зарабатываем, все классно. То есть все дело в том, что мы очень мощно разогнали эту компанию. Она давала рост от 100 до 200% в год. И, конечно, кризис 14-15-го годов мы просто... Ну, мы его как бы пролетели. То есть мы заметили его слишком уже поздно, когда уже было поздно. Проблема, как всегда, была банальная. У меня был наемный директор, который зарабатывал там по 400-500 тысяч в месяц. У него был доход чистый. И этот директор проворовался, как-то обычно бывает. Он украл крупную сумму, растратил крупную сумму денежных средств в нашей компании. И, соответственно, когда это все вскрылось, то я решил вернуться в бизнес повторно. На тот момент роста никакого в бизнесе не было. 17-й год показал... Ну, это было начало 17-го года. То есть дела были плохие. И, в принципе, 17-й год показал просадку примерно процентов на 30 по отношению к нашему самому лучшему в 2014 году, когда у нас были топовые показатели продаж и производства. 17-й год ушел на формирование новой схемы работы, на перестройку новой схемы, на то, чтобы рассчитаться с долгами. Их было, к слову говоря, 9 миллионов рублей. В 17-м году мы золотали дыры, мы перестроились, мобилизовались и настроились на рост уже начиная с 2018-го года. Когда я пришел повторно в свой бизнес, первое, что я изменил, это миссию нашей компании. Вот это... Ту миссию, о которой я говорил выше, это наша обновленная миссия. То есть помогать предпринимателям строить успешный бизнес женской одежды. То есть до этого миссия была просто произойдите женскую одежду, модную, недругую, качественную. Сейчас миссия стала помогать предпринимателям строить успешные бизнесы. Я набрал и набираю новую команду под новую миссию. Мы уже много чего добиваемся и добьемся, 100% добьемся еще больших результатов. И мы поставили перед собой амбициозные планы. Это удвоение продаж в 17-м году и прирост на 50%, то есть в полтора раза каждый год на протяжении последующих 4-х лет. То есть за 5 лет мы должны очень серьезно вырасти. Эта цель будет безусловно достигнута и мне нужны сильные амбициозные сотрудники в компанию, которые разделят эту цель и помогут с ее реализацией. Ну а для того, чтобы вам было интересно у нас работать, я расскажу вам о том, как мы круто платим заработную плату и что даем кроме этого. Итак, что мы можем дать тем соискателям, которые хотят работать в компании Анжела Ричи, соответственно своим сотрудникам? Ну, во-первых, это то, что интересует многих, хотя это далеко не самое важное, это неограниченный финансовый потолок. Чем это обеспечивается? Во-первых, наша компания месяц за месяцем, год за годом растет, то есть мы уже показываем рост, мы будем гораздо больше рост показывать в будущем, потому что закончатся те перестройки, которые сейчас ведутся очень активно. И, во-вторых, рост вашей заработной платы может достигаться за счет того, что вы можете перевыполнять план и зарабатывать, собственно, столько денег, сколько вы захотите. К тому же, если вы упринетесь в какой-то там, ну, физический, реально физический потолок, потолок физических возможностей человека на конкретной какой-то должности, мы вам даем второе, что дает наша компания, это карьерный рост. Во-первых, вы можете развиваться в компании как вертикально, так и горизонтально. Ну, объясню, что значит, приведу пример вертикального развития. Допустим, менеджер по продаже. Менеджер по продаже может дорасти до руководителя отдела продаж, который, в свою очередь, со временем может стать в компании директором по развитию, а директор по развитию может занять рано или поздно должность генерального директора. Ну, вы там скажете, ну, менеджер по продажам, понятно. Что делать, допустим, с курьером? Ну, запросто мы будем рассказать, что может быть с курьером. Это не хохма и не шутка, это реальный рост. Курьер может стать со временем руководителем отдела логистики, который мы планируем выстраивать в компании, А в свою очередь отдел логистики, когда он будет полностью выстроен со всеми бизнес-процессами, мы планируем вывести, допустим, в отдельную финансовую единицу, в отдельную юридическую единицу, в отдельную компанию. И банальный курьер, если он показывает желание, если он схватился за эту идею и показывает результат, он может стать сначала руководителем отдела логистики, а затем соучредителем курьерской компании. И это чистая правда. В качестве примера приведу такой пример в моем бизнесе. Сейчас лучшим клиентом компании Анжела Ричи является, как вы думаете, кто? Отнюдь не Вальберис, не Лямода и не прочие. Лучший клиент компании Анжела Ричи на текущий момент – это наш розничный сайт angelorichi.com. Этот сайт дает примерно 20% оборота всей компании. Соответственно, человек, который когда-то пришел, ну, сейчас этот человек не работает, он занимает гораздо более крутую должность нашей компании. Человек, который когда-то пришел ко мне работать на розничные магазины, в какой-то момент времени полностью руководил и был соучредителем этого проекта. То есть, входил в долевое участие в этом проекте, но потом вышел ради более амбициозных и интересных целей. Поэтому это вполне возможно. И еще одно направление карьерного роста, но довольно интересно, это горизонтально, движение по горизонтали. То есть, вы можете в рамках нашей компании, поскольку у нас единые ценности сотрудников, единый профиль сотрудника, единые ценности для всех, вы можете двигаться горизонтально. В частности, приведу пример. Вот, допустим, у меня работал мой двоюродный брат. Он закончил с красным дипломом Новосибирске государство технического университета НГТУ. Но он пришел работать ко мне банально кладовщиком, потому что на тот момент других должностей в компании не было, а он очень хотел со мной работать. Как кладовщик он начал зарабатывать практически сразу, ну, очень большую для кладовщика, то есть в три с лишним раза превышающую среднюю по рынку зарплату в 65 тысяч рублей. Затем, когда, как я рассказывал, мой директор проворовался, и он был в том числе директор по производству, я его выгнал, то первым претендентом на должность вакантного директора по производству стал мой брат. То есть, он занял должность директора по производству. Отработав три года в компании, он уделял большое внимание тому, что кладовщиком, он уделял большое внимание тому, что пытался разобраться, как шьется изделие, где там что, и что откуда. В общем, он стал довольно профессионально, разбирался в одежде, он разбирался в том, как работают наши бизнес-процессы, он стал начальником производства. К слову сказать, там его зарплата была, минимальная его зарплата была за все время работы 100 тысяч рублей. Однако работа не совсем подошла ему по психотипу, он человек такой спокойный, медлительный, работа очень динамичная, работа этого истощила за год, он попросил у меня возможность отработки двухмесячной с последующим увольнением. То есть, соответственно, у меня уже в тот момент в компании был человек, который мог его заменить, он его, собственно, и заменил, отказавшись, кстати, от реализации розничного интернет-магазина, где он был на паях, этот человек. И, соответственно, мой брат двоюродный, он пошел просто в айтишники, причем мало того, что он сказал, что я найду себе там другую работу, меня там зовут на очень интересную работу, которую я уже заработал, ну, довольно денег, у меня нормальная машина, нормальная квартира. То, что я хотел финансово добиться, мне нравится, но при этом он остался у меня в компании айтишником, и он сам лично сказал, что мне не нужно денег, мне просто интересно работать в твоей компании, мне очень, ну, без нее скучно, мне нравится то, что вы делаете, я многому у вас учусь, поэтому не надо мне эти там 10, 5, 10, 15 тысяч платить денег, ну, зачем они мне, собственно, не нужны, просто разреши мне присутствовать там у вас на планерках, узнать, как у вас идут дела и принимать участие в компании. Ну, а я там вам буду периодически, если вам нужно там настраивать компьютеры, следить за безопасностью, это там в том числе я могу делать удаленно и много времени от меня не требует. То есть человек, в принципе, отказался от заработной платы. Конечно, я ему плачу там символически 5 тысяч рублей, потому что я не могу, чтобы человек работал бесплатно, но вот такие у нас есть примеры, когда люди хотят у нас работать просто бесплатно, потому что кроме денег они получают что-то еще. Следующий важный момент, который вы получите в нашей компании, это престиж. Вы будете работать в компании, вы можете работать в компании, которая реально способна менять свою отрасль. Это было нами доказано в 2011 году, это мы докажем и сейчас, потому что у нас очень амбициозные, интересные планы. Для нас не важны дешевые понты, для нас важны реальные достижения. К примеру, у нас нет офиса в центре, в бизнес-центре класса А, там с стеклянными лифтами, едущими по улице, потому что нам это просто не нужно. У нас оптовая компания, у нас склад, нам нужна удобная логистика, удобная парковка, удобный доступ к складу. И поэтому мы не бросаем дешевые понты, там снимая офис в центре. В то же самое время, допустим, у наших менеджеров по продажам, рабочие места с современными ноутбуками, современными гарнитурами. На каждого менеджера в офисе приходится по 10-15 квадратов в офисной площади, на каждого сотрудника. Или другой пример нашего модельера. Мы купили нашего модельера, потому что это важно для работы. Система автоматического проектирования Лекал, немецкая разработка, называется Grasis. Цена 10 тысяч евро, и примерно половину этой стоимости стоит ее рабочий компьютер. То есть там первоклассный большой монитор, классная мышка, клавиатура, плоттер, который печатает Лекал. То есть, ну вот, это реально важно. Это не дешевые понты, это реально важно для бизнеса. Поэтому работать в нашей компании престижно. И работать не престижно еще потому, что вы будете находиться в окружении сильной команды, у которой есть много чему научиться, интересно люди, с которыми интересно общаться. Следующий важный момент, который мы можем дать своим сотрудникам, это обучение и развитие. Это один из самых важных нематериальных стимулов работать у нас. Средний пакет обучающих материалов, допустим, для руководителя отдела продаж, пакет обучающих материалов составляет 478 тысяч рублей. Для маркетолога – 317 тысяч рублей. Для сотрудника отдела продаж – 188 тысяч рублей. То есть, это те тренинги, которые мы покупали, которые я лично покупал за свои деньги. И, соответственно, даю их проходить своим сотрудникам абсолютно без измен, абсолютно бесплатно. Пройдя такое обучение на любой должности, ваша цена на рынке будет расти. Например, менеджер по продажам, приходя в нашу компанию с заработной платой – 30 тысяч рублей. Ну, это реально заработная плата, которую он способен с его квалификацией получать на рынке. То есть, не какая-то там звезда по продажам, а вот стандартный обычный менеджер оптовых продаж. Через полгода он будет зарабатывать 45, через год – 60, через два года – 100. Если он уйдет по каким-то причинам из нашей компании, то цена на рынке у этого сотрудника будет сильно выше. То есть, новую работу он не будет снова начинать с 30 тысяч рублей. Уйдя от нас с зарплаты 100 тысяч рублей, он сможет найти себе работу за 100 тысяч рублей, потому что он колоссально вырастет в рамках компании, он будет обладать такими знаниями и умениями, которые на новом месте быстро помогут ему достичь, продемонстрировать новому работодателю высокие показатели и уже диктовать свою волю касаемо того, сколько он хочет зарабатывать. Финансы и заработная плата – это следующий момент. Я его недаром отвел в самый конец, потому что это далеко не самое важное, но, тем не менее, здесь у нас все довольно интересно и, так скажем, вкусно. Касаемо заработной платы. Мы даем четкий KPI, это очень важно. То есть, мы не требуем чего-то создать, сами не знаем чего. Мы даем четкий KPI, по которому она начисляется, заработная плата, и мы даем подробные бизнес-процессы и скрипты, по которым нужно работать. В эти бизнес-процессы, как я уже говорил выше, зашиты возможности практически для неограниченного роста заработной платы в нашей компании. То есть, чем выше ты выполняешь план, чем выше ты показатели. То есть, у нас там есть режим героя, когда ты достигаешь каких-то суперпоказателей, и в этот момент, допустим, ты получаешь в конце года 13-ю зарплату. Кстати, 13-я зарплата для генерального директора при достижении фантастических планов, они, причем, совершенно реальны, но они такие в режиме героя должны достигнуты быть. Если генеральный директор, допустим, достигает таких планов, я обещаю ему трехкомнатную квартиру в центре, и я сдержу свое обещание, если он их достигнет. Я четко понимаю, что моя обязанность, как владельца бизнеса, дать своим сотрудникам такие условия, при которых добиваться высоких целей, будет не только возможно, но и приятно. Плюс это будет очень мощно финансово поощряться. Поэтому я вам гарантирую, что я вам дам такие условия, при которых вы сможете зарабатывать столько, сколько вы хотите. При этом вы будете еще развиваться как профессионал, как личность. Ваша работа будет интересной, амбициозной, и приносить удовлетворение как от процесса, так и от достигнутых, хоть и высоких, а может быть и именно потому, что высоких амбициозных целей. Что ж, мы поговорили с вами о том, что может предложить наша компания, в чем она интересна, в чем ее преимущество. Теперь настал момент обсудить то, что я требую от своих сотрудников. Свои требования, ну, требования к сотрудникам я могу разбить, ну, условно говоря, на три составляющих. Первое – это требования обязательные, которые должны выполняться. Второе – это желательные требования. И третье – это критерии того, с кем я точно работать не буду. Итак, давайте начнем с обязательных требований. Значит, первое требование – это порядочность. Для меня это очень важно. Человек, каким бы профессионалом он ни был, он должен быть порядочным. С предателями-негодяем мы не работаем. Второе – это желание развиваться, желание заниматься самообразованием. Третье – профессионализм и навыки в той отрасли, на которую вы приходите. То есть вы должны быть профессионалом в своей отрасли. Я не ищу звезд, я готов давать людям развиваться, я готов сам расти профессионалов, но совсем сырых людей я прошу ко мне не приходить. Следующее – это целеустремленность и желание добиваться большего. То есть, так сказать, такой здоровый перфекционизм. Важным моментом является здоровый образ жизни и занятия спортом. То есть прогулки на свежем воздухе, занятия спортом – это очень приветствуется. Как я уже сказал, мы в компании точно не берем лжецов, лицемеров и предателей. И следующий важный момент – кого мы ни при каких условиях не берем в компанию, пусть вас это не обижает, не надо к нам приходить, если у вас есть вредные привычки. Я не мирюсь ни с алкоголем в никаких его проявлениях. Ну, понятно, что на день рождения, на Новый год, бокал вина – это не считается алкоголем. Конечно же, да. Но тем не менее, если вы любите в пятницу пойти расслабиться в ночной клуб, то вам, наверное, не стоит у нас работать. Если вы курите, вам, наверное, не стоит у нас работать. Ну и любые формы наркотиков, они никак не преимуществуются. Вредные привычки – это неуважение, прежде всего, к самим себе. И если вам не хватает силы воли побороть такую привычку, как курение, то вам, нашей компании, делать нечего, потому что наши цели, они в разы серьезнее. Их достижение, оно в разы сложнее, нежели просто бросить курить. Поэтому без обид, давайте расстанемся с друзьями. Я очень ценю интеллект и багаж знаний. Конечно, прочитанные за жизнь книги, прослушанные тренинги очень сильно ценятся. Я ценю умение принимать решения и брать за них ответственность. Причем ответственность как в случае, если ты достиг результата, так и в случае, если ты его не достиг. Что ты понимаешь, что если ты достиг результата, все здорово. Если ты его не достиг, либо результат отрицательный, ты умеешь принять за это ответственность. Важным моментом является стрессоустойчивость и умение работать в сложных условиях, Умение выходить из зоны комфорта и не бояться ничего нового, а также отсутствие страха перед большими амбициозными задачами. Для нас это очень важно, потому что мы действительно ставим высокие планы, мы стремимся добиваться сразу и много, при этом и зарабатывать, и получать каких-то других ценностей по жизни тоже сразу и много. Поэтому нам нужны люди, которые способны справляться и работать в таких тяжелых условиях. Следующим важным моментом, который я оцениваю в людях, это коммуникабельность и умение настраивать людей, располагать людей к себе. Вы должны быть позитивным человеком, вы должны легко общаться, и при этом общение должно быть умение как межличностного общения, так и приветствуется умение выступать, умение проводить какие-то презентации, то есть работать с аудиторией, работать с коллективом. То есть коммуникабельность и общительность очень сильно приветствуются. Также я оцениваю людей, у которых есть мечта. Мне очень интересна ваша мечта. Я с удовольствием помогу, если в этом есть моя возможность, ну или как минимум я создам условия для того, чтобы мы вместе смогли к этой мечте приблизиться, к тому, чтобы она стала для вас явью. Поэтому, если у вас есть мечта, это также очень здорово. Мне крайне важно, чтобы мои сотрудники негативно относились к такому слову, как стабильность. Вообще стабильность – это враг любого бизнеса. То есть стабильный бизнес – это бизнес, который стагнирует. Стабильность – это враг любого успешного человека. Те, кто ценят стабильность, ну это люди, которым нечего делать в компании Анжела Ринчи. У нас тут нет стабильности. Мы стремимся добиваться большего. Скажу даже так, что мы иногда рискуем. Но при этом мы добиваемся и получаем от жизни гораздо больше, чем те, кто ценит стабильность. Если вы хотите отсидеться перед тем, как найти какую-то другую работу. Если вы хотите оклад. Это вообще матершинное слово в нашей компании. Если вы хотите оклад, соцпакет, для вас важна стабильная заработная плата. Это вообще не про нас. Делать тут просто нечего. Мы принципиально никому, даже техничке, не платим оклада. У всех есть KPI, что называется, как потопал, так и полопал. Никакой стабильности. Но при этом я компенсирую это тем, что я создаю такие условия, в которых вы можете реально зарабатывать в два, в три раза. Даже через месяц, через полтора работы в компании вы можете зарабатывать в два, в три раза больше, чем аналогичные сотрудники в других компаниях на аналогичных должностях. И почему я еще не люблю такое слово, как оклад, и вообще считаю, что наша компания на это слово просто табу, это является нашей компанией матершинным словом, кавычках. Дело в том, что по моему глубокому убеждению, по моему бизнес-опыту, который насчитывает больше 15 лет, оклад допросят те, кто не является профессионалом. Те, кто боится, что сможет принести реальную пользу компании, те, кто не уверен в себе, а с такими людьми нам не по пути, давайте прощаться и оставаться друзьями. То есть люди, которые хотят оклада в нашу компанию, они попасть просто не смогут ни при каких условиях. Напоследок хочу сказать о требованиях сотрудников, хочу сказать, что об обязательных требованиях сотрудников, хочу сказать, что мы очень ценим от людей то, что они умеют быть членом команды. Это значит, что вы должны иметь свою точку зрения и высказывать ее руководству. То есть для вас руководство не должно быть непринякаемым авторитетом. То есть если вам удается доказать свою точку зрения, то тогда мы просто берем, перестраиваем бизнес-процессы, потому что ваша точка зрения более правильная. И бизнес-процессы новые, они работают эффективнее, чем старые. Соответственно, если вы свою точку зрения не доказали, не надо упираться, нужно просто работать по тем бизнес-процессам и соглашаться с тем, что говорит вам руководство. То есть все просто. Члены команды, ну идеальная команда это что, где, когда, где шесть знатоков, у каждого своя точка зрения, каждый профессионал своей отрасли, каждый высказывает свои гипотезы. И задача командира, то есть задача капитана выбрать самое верное на его взгляд решение и по нему двигаться. То есть нам нужна и мы строим команду. Мы приглашаем людей к себе в команду. Ну и из дополнительных требований, которые не обязательно, но они сильно приветствуются в нашей компании. Я сильно приветствую образованных людей, поэтому я ценю людей, у которых есть два высших образования. То есть это существенный плюс и это большой шанс, гораздо большего шанса пробиться в наш коллектив, попасть к нам, если у вас есть два высших образования. Я ценю мобильность и считаю, что человек гораздо более эффективен, когда у него есть личный автомобиль. Поэтому права категории B и личный автомобиль очень сильно приветствуются. И также мы приветствуем большой опыт и большие достижения, какие-то реальные достижения, которые можно померить в вашей конкретной должности. Это из дополнительных требований. Это все не обязательно, это не требуется на 100%, но это создаст при всех прочих равных, даст вам гораздо больше шансов. Итак, давайте подрезюмируем, что вам может дать компания Анжела Ричи, если вы будете здесь работать. Мы обещаем вам интересную, амбициозную, захватывающую работу. Мы обещаем вам то, что вы вырастите над собой и для вас откроются новые горизонты. Звучит пафосно, но тем не менее это факт. Мы обещаем вам профессиональный рост и развитие через курсы, тренинги, а также через работу под началом грамотных руководителей. Я лично обещаю вам, что ваша цена на рынке труда день от дня будет расти. Мы обещаем, что добиваться невозможного станет для вас рутиной, а амбициозные цели, их достижения станут обыденностью. Мы обещаем вам карьерный взлет, если вы сами этого захотите и докажете нам свое желание своими достижениями. И я обещаю вам зарплату в 2-3 раза выше, чем на рынке. Практически с самого начала вашей работы в нашей компании, однако при этом нужно очень сильно стараться и выполнять план. Что ж, если то, что вы сейчас услышали, как-то укнуло у вас в голове, если вы считаете, что вы хотите работать в нашей компании, если вы разделяете ее цели и ценности, если вы считаете, что вы нам подходите, заполняйте тестовое задание и добро пожаловать на борт. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok